Недалеко от нашего города есть совхоз. В нем когда-то жила моя мама. И вот как-то зять с дочкой позвали меня на рыбалку и шашлыки именно в это место. Там река и красивая природа. Мы остановились у старого, разрушенного моста. И я вспомнила, как мама рассказывала, что участвовала в его постройке, рыла ямы под свай. Мама, как и многие дети войны, в 14 лет работала на заводе в литейном цехе. Завод находился в городе Ревде Свердловской области. Там делали гильзы для снарядов. Девочка все пережила. И голод, и холод. Работали и тут же в цехе спали. На заводе можно было поесть в столовой, а жилья в Ревде у мамы не было. Ее родители жили в 30 километрах от города, в совхозе. Автобусы в село не ходили, ездили только на лошадях. После войны в 49 году мама вышла замуж. Но мой отец оказался несерьезным, да еще и пьющим. Когда мне было около двух лет, мама родила моего брата, которого назвали Толиком. Но из роддома ее никто не пришел забирать. Санитарки дали ей какие-то пеленки и одеяльцы, и она пошла домой. Дома никого не было, и приданного, что она приготовила для ребеночка, тоже не оказалось. Пока она лежала в роддоме, отца за пьянку выгнали с работы. И он все, что мог, продал и пропил. Есть было нечего, и мама решила забрать детей и идти с нами к своей матери, моей бабушке, 30 километров пешком. Моего деда уже не было в живых. Во время войны его отправили на торфяники, и там он умер от голода и непосильной работы. Бабушка жила одна. Мама добиралась до деревни целый день. Иногда кормила маленького. А я шла голодная, отдыхала немного и снова шла. Если кто-то попадался с подводой, то нас подвозили. По пути было еще два села. Когда пришли в село, оказалось, что бабушка лежит больная. У нее был рак. Дома, кроме картошки, ничего не оказалось. Мама через несколько дней за деньги копала у людей картошку, а потом устроилась копать ямы под сваи этого моста. Она оставляла нас дома одних, укладывала в детскую кроватку обоих, так как бабушка уже не вставала, и бежала на работу. Отец ни разу не появился и своего сына так и не увидел. В один день я проснулась рано и начала ходить по кроватке. Я очень плакала и, видимо, встала на грудь братишки. Сколько я по нему ходила, никому неизвестно. Бабушка встать не могла, а я сломала ему ребра, ведь он был совсем крохой. Когда мама пришла, братик еще был живой, но уже посинел. Через три часа он умер. В деревне ни врача, ни экспертов не было. Похоронили и все. Деньги, которые мама заработала на копке свай, как раз ушли на похороны. Вскоре умерла и бабушка. Отец так и не объявился. Маме пришлось возвращаться в ревду, так как из-за смерти малыша декретный отпуск кончился, и нужно было выходить на работу. Про то, что случилось со мной и братом, мама рассказала незадолго до своей смерти. И вот, когда я через много лет оказалась возле этого самого моста и представила, как мама после роддома копала эти ямы глубже своего роста, на меня накатила такая жалость к ней и к себе, что я заплакала. Дочь и зять, конечно, ничего понять не могли, а я не стала рассказывать и портить своими грустными воспоминаниями их выходной. Моего отца убили по пьянке, когда мне было пять лет. Он полгода лежал в больнице, но так и не выжил. Бог его наказал. А мама дважды была замужем, но умерла в одиночестве. Субтитры создавал DimaTorzok